Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня единственный день о году, когда читается полностью самое краткое послание святого апостола Павла. Послание к Филимону. И вот оно нам, это самое малейшее произведение Священного Писания, оно нам открывает очень важные вещи, касающиеся всех нас. Поэтому есть смысл прочесть. Павел – узник Иисуса Христа, Тимофей – брат Филимону Возлюбленному и сотруднику нашему. Почему апостол так себя называет? Он много раз был в вузах. Об этом он рассказывает во втором послании к Коринфянам, о множестве скорбей, которые ему за проповедь Евангелия Господь судил претерпеть. И вот он всегда был узник, он всегда себе не принадлежал и считал себя духом свободным, а именно повязанным, как воля Божия связала его. «Ты не так будешь жить, как тебе хочется, ты будешь жить так, как Богу угодно». Вот эта связанность, она одновременно является свободой. И он вместе со своим ближайшим учеником Тимофеем пишет другому ученику – Филимону, Апфе, Архипу и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И вот дальше слушаемся в несколько важнейших моментов этого послания. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах». Этот русский перевод, он немножко несовершенен. Вот, по-славянски это звучит «память творя». То есть память творится – это творчество. Память о близком человеке в молитвах. А что такое творчество? Это всегда усилие, это всегда понуждение, это всегда схождение ума, то есть который призывает, напоминает о молитве за ближних. Схождение ума в сердце, которое уже само дышит вот этой любовью к ближнему и молитве за него. И поэтому, вот просто вспоминая, конечно, это начальная стадия, а по большому счёту творение памяти. Обратим на это внимание, на это славянское выражение – «память творя» в молитвах. То есть это всегда подвиг. Поэтому преподобный старец Силуаны говорил, что молиться за ближнего – кровь проливать. Вот, когда уже речь идёт о молитве совершенной. Именно такой молитвой дышал святой апостол. «Слыша о твоей любви и вере, которую ты имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». Сам апостол имел ещё, возможно, и большую любовь к Господу Иисусу и всем ученикам Его, которых Он именовал святыми. Вот, но когда Его ученики в том же духе живут, вот, это подвигает Его творить молитву за них. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Вот цель молитвы. Не чтоб здоровеньким был, не чтоб устроились земные дела, вот, чтобы избавиться от каких-то там неприятностей. Нет, о другом молитва святого апостола творится. Общение веры, чтобы оказалось деятельным. Вот о чём он молил Господа в отношении своих учеников. «В познании всякого добра во Христе Иисусе». Если это будет им стоить и свободы, и каких-то тяжких скорбей, это не беда. Беда, когда не будет этого познания Господа. Вот где беда. Когда человек Господа не познаёт, он всегда уклоняется в противоположное. Он уходит. Если не идёт ко Христу, он уходит от Него. Он уклоняется. Он во тьму обращается. И вот молитва апостола, чтобы было это познание во Христе Иисусе. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей». Как апостол может слушать эти слова? Апостол Филимон. Он слышит эти слова от своего великого учителя. того самого, который написал этот гимн любви, который знал любовь к Христову в совершенстве. И ему стыдно, наверное, было это слушать, поскольку такая любовь учителя, она напоминает человеку о том, что всё он получил от него, от учителя своего, через него, и как ему действительно трудно это слушать, эту похвалу. Потому что с тобой, брат, успокоены сердца святых. Неужели, учитель дорогой, неужели кто я такой? Вот никакого, конечно, повода к тщеславию такая похвала не даёт, потому что слишком виден контраст между высотой учителя, между его любовью, которая всё покрывает все немощи твои и тем, что ты на самом деле из себя представляешь. Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, вот, какое трепетное отношение великого святого к иному святому. Он имеет дерзновение, как первоверховный апостол, вот, как именно повелевать. И, конечно, с радостью послушался бы Филимон такого повеления. По любви лучше прошу. А когда такой учитель не повелевает, а просит, но это ещё страшнее уклониться от его просьбы, не услышать её, как бы пренебречь её. Это невозможно. Не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Да, возможно, и в узах был, возможно, и заточение писал, но не в этом даже вопрос. Прошу тебя, о сыне моём Анисиме. Человек, находящийся сам в столь стеснённом положении, просит рабовладельца Филимона. Да, Филимон был богатый человек и по тем временам владел рабами. И вот один из его рабов, Анисим, был тоже учеником Христа, апостола, был христианином. И вот не неспровергает даже столь, казалось бы, бесчеловечный строй жизни, как рабовладельческий, не неспровергает святой апостол. он вдыхает любовь в отношении между рабовладельцем и рабом. И что? Хороший же строй получается жизнь. Сколь замечательный, когда между рабовладельцем и рабом любовь. Поэтому вот эти все разговоры об этом чудесно написал святитель Игнатий Принчанинов, как раз указывая на послание к Филимону. Эти разговоры про крепостное право, там все это вообще про все его ужасы. Ужасы возникли тогда, когда была утеряна эта любовь. Когда помещик перестал быть для крестьянина крепостного отцом. Они так и обращались, батюшка, обращались крестьяне к своим помещикам. Когда эти отношения были вот такие, христианские по любви, помещик считал своим долгом их защитить во всем крестьян своих, а они трудились и отдавали даже приличную долю своего труда, но никогда не было отношения как к животным каким-то и так далее. А потом уже стали не просто там продавать и покупать, а именно вот отношения вот это ожесточение произошло. Вот. И как раз это особенно обострилось в XVIII веке во второй половине. И вот все. Дух любви улетучился. Осталось остался только вот этот строй жизни без духа, то есть мертвым. И вот такое мертвое надо было поистине отменить. Что и произошло при отмене крепостного права в 1861 году. Именно потому, что отношения потеряли свою христианскую сердцевину. Вот. Именно поэтому и вынуждены были это отменить. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. То есть даже сами узы, само заточение апостол использовал для проповеди во Христе. Он был некогда негоден для тебя. Да, пока Христово благовестие не воспринял Филимон, его, он был рабовладелец, обычный для своего времени. А теперь годен тебе и мне. То есть как это? Как может убедить учитель ученика о другом ученике? Убедить держаться любви. Потому что он учителю нужен. Я возвращаю его. То есть он твой. Ты я не нарушаю ваши отношения. Ты по-прежнему рабовладелец и он по-прежнему раб. Но ты же прими его как мое сердце. это центральные слова всего послания. Что услышав такое, прочтя такое, что делает Филимон? Как он может? Он может смотреть на этого Анисима? Можно сказать больше, чем на свое собственное, с большей любовью, чем на свое собственное дитя. Потому что это сердце апостола. и это запечатлено словами его великого учителя. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне. Да, имел право по апостольской власти своей. во узах заблаговествование, да, как бы он был нужен и кого он отпускает? Того самого дорогого. Богу должно быть пожертвовано лучшее, но без твоего согласия ничего не хотел сделать. Ну, в каком мире мы живем после, вот услышав эти слова, вот как это сопоставить? Такие трепетные отношения старшего и младшего. Как старший дорожит свобода и младшего. И какое внимание дабы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Если Филимон это сделает по повелению, награды будут меньше. Если он это сделает по любви, до которой он, как видит апостол уже дорос. награда ему будет больше. Апостол хочет этого, чтобы награда больше была. И может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Все. у у них теперь новая жизнь. Это уже поистине рай на земле. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Тут невозможно уже комментировать. «Я Павел написал моей рукою и заплачу, не говорю тебе о том, что ты самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе, надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». «А вместе приготовьте меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Апостол уже являет дар прозорливости, и он так кротко об этом говорит, как бы прикровенно. «Приветствую тебя и по фраз узник вместе со мною ради Христа Иисуса Марка Ристар Дима Сулка сотрудники мои». Поимен называют каждый возлюбленный в Господе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь. Вот такое послание. Какой нам вывод? Как нам надо внимательно, трепетно слушать Слово Божие, читать, дышать. Очень многому малейшее из посланий апостола учат нас. другие, естественно, не меньше. Аминь. Аминь.